МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 74-й год. Восточно-Казахстанской области. Город Усть-Каменовоцкий. Юрий возвращался из рейса в отличном настроении. Удалось обернуться туда и обратно на день раньше срока. Теперь можно и отдохнуть, и лишний денек провести с женой и дочкой. Оставив машину у ворот, он взглянул на окна своего дома. Свет горел только в спальне. Спать ложатся, отметил он про себя. Хорошо, что успел застать не спящих. Дернул входную дверь. Она оказалась заперта. Постучал. Тишина. Ожидание на пороге явно затянулось. Юрий занервничал. Вернулся к окну и постучал в стекло. В следующую минуту услышал, как в замке поворачивается ключ. Он побежал к двери, снова дернул за ручку и... обомлял. Вместо жены на пороге стоял незнакомый мужчина. Так начиналась эта драматическая история, в которой было все. Любовь, ревность и беспощадная месть, не знающая границы. Впрочем, пусть об этом расскажут настоящие профессионалы. Те, кто раскрыл это громкое дело. Рашид Жакупов. В 1987 году старший следователь по особо важным делам. Умелый организатор самых смелых операций. Виктор Горшков. В 1987 году майор милиции. Обладает уникальной профессиональной памятью. Виктор Котов. В 1987 году капитан милиции. Умеет предсказывать поступки преступника наперед, чем неоднократно помогал следствию. Андрей Ларионов. В 1987 году майор милиции. Прекрасный аналитик. 1974 год. На экраны страны выходит новая развлекательная передача «Утренняя почта». Бессменным ведущим на долгие 20 лет становится Юрий Николаев. А в Германию уезжает диссидент Александр Солженицын, изгнанный из Советского Союза. Началась эмиграция известного писателя, который продлится долгих 20 лет. В Нью-Йорке проходит последнее выступление Джона Леннона в знаменитом концертном зале «Мэдисон Сквергарден». Спустя 6 лет один из основателей «Де Битлз» будет застрелен недалеко от своей квартиры. В это время американский космический корабль «Маринер» впервые делает серию фотографий планеты Меркурий. А ученые констатируют, красная планета – это царство пустынь. В то же время Усть-Каменогорск захлестнула волна загадочных преступлений. Чтобы разобраться в происходящем и поставить точку в этом страшном деле, сотрудникам местной милиции понадобилось без малого 15 лет. Всю историю преступлений, которые совершены в Восточном Казахстане, равных, жестокости в принципе не было. В амбициозные планы советского руководства входило освобождение женщин от кухонного рабства. Так в СССР начался глобальный эксперимент по созданию текстильных и ткацких предприятий, где трудились преимущественно одни женщины. Идеологической платформой в строительстве нового общества стал Ивановский край. Я хорошо помню те времена. Моя двоюродная сестра родилась и выросла в Иваново. Ее мама постоянно звонила моей и жаловалась. Ленка никак не может выйти замуж. Ну, мало женихов в Иваново. И вот однажды Лена вместе с подругой отправилась на Билибинскую атомную станцию, чтобы найти мужа. Вот и в городе Усть-Каменогорске в 70-е годы сложилась похожая ситуация. На правой стороне РТШ располагался металлургический завод, а на левой – комбинат и женский общежитие. Город словно был поделен на две части – мужскую и женскую. Здесь работало около 5000, и можно сказать, что 95% фактически это были женщины, которые работали в основных цехах. Новый район Усть-Каменогорска назвали так же, как новое предприятие – КШТ – комбинат шелковых тканей. Мария Пименова была одной из многих его тружениц, хотя к шелкам отношения не имела. Работала поварихой в столовой комбинате. Марина вертелась на кухне, как белка в колесе. Завтра вечером придут гости. Надо заранее позаботиться о праздничном меню. Продолжая хлопотать, хозяйка нервно поглядывала на часы. Послала мужа в гараж за консервированными огурцами. А его все нет да нет. Наконец, в прихожей хлопнула дверь. Марина выглянула из кухни и в сердцах швырнула об пол всю посуду, которую держала в руках. Благоверный еле стоял на ногах и, разумеется, никаких огурцов не принес. Невольными свидетелями семейного скандала, разразившегося в следующую минуту, пришлось стать всему подъезду. Продолжилась вот эта ссора-драка, что ты почему жена или не жена и так далее. Слово за слово. Но ни супруги, ни их соседи в тот момент и представить себе не могли, какими последствиями обернется вскоре эта заурядная семейная ссора. Через сутки одна из соседок Пименовых по пути на работу наткнулась в лесополосе на труп Марины. Убийца поневоль. Загадочное исчезновение. И одна другая говорит, что здесь девочек убивает. Тогда здесь была остановка по трибуне. И орден красной звезды. Кто-то поймает убийцу, насильников. Кошетинский убийца. 74-й год. Восточно-Казахстанская область. Город Усть-Каменогорск. К месту обнаружения тела Марины Пименовой выехала оперативно-следственная группа. После осмотра сразу стало ясно. Причиной смерти женщины стало удушение. По горячим следам сыщикам удалось восстановить события последних часов жизни потерпевшей. Оперативники выяснили, в тот роковой вечер она ушла с работы раньше обычного. Можно было дома быть в день рождения. В общем, в семейные праздники она взяла посуду в столовую с разрешением заведующей, чтобы дома, значит, отметить. Но до дома так и не дошла. Сумку с посудой обнаружили рядом с телом. После опроса соседей Пименовой под подозрение следствия попал ее муж. Ведь накануне трагедии между супругами разразился грандиозный скандал. Мужчина с супругой ссорится, она из дома уходит. Все соседи слышат скандал, шум, я тебя убью, я тебя зашибу и все прочее. Следователи долго и обстоятельно беседовали с Геннадием. Пименов не сомневался, у него железная альфа. Ведь весь вечер он провел дома. Вместе с друзьями жены ждал ее возвращения. Однако то, что Геннадий считал своим оправданием, для следствия выглядело скорее одним из доказательств его причастности к преступлению. Какие-то люди показывали, что он ополчался. Он отсутствовал там почти час, допустим. Этого времени по коронавирусу вполне хватало, чтобы он мог догнать свою жену. Из запросов друзей, соседей и сослуживцев потерпевшей стало ясно. Скандалы с рукоприкладством в семье Пименовых были делом привычным. Что если убийство и стало продолжением очередной семейной ссоры? Перемог вот с ней, как говорится, расправиться. Специально ли, нечаянно ли, там, при каких-то обстоятельствах. Но главный подозреваемый настойчиво твердил, он не убивал. Да, они с женой часто скандальны, но все равно любили друг друга. Чтобы заставить Пименова заговорить, сыщики решили прибегнуть к шоковой терапии. Мужа убитой спросили в лоб, как давно у него был секс с женой. Вопросов на такую тему мужчина не ожидал и сразу выпалил. Да буквально накануне убийства. Когда пришли результаты экспертизы, у следствия не осталось сомнений. Геннадий Пименов именно тот насильник и убийца, которого они искали. Доказательной базы, собранной сотрудниками милиции и прокуратуры, оказалось достаточно для того, чтобы муж-убийца предстал перед судом. Геннадий Пименов был приговорен к 12 годам лишения свободы. Никто и подумать не мог, что это бытовое убийство станет лишь первым в длинном списке страшных преступлений, лишивших город покоя на долгие годы. В тот вечер Ольга Орлова ушла на танцы, как никогда довольная собой. В новой кофточке, подаренной старшей сестрой, девушка чувствовала себя неотразимой. В клуб комбината Кашаты она не шла, летела, не замечая темноты и бездорожья. Там лаз под эти трубы, ну, жители сокращали дорогу и под эти трубы проходили. Вот эта девушка, значит, шла на дискотеку, там, в клуб. Предвкушая эффект, который произведет ее обновка на подруг, девушка так погрузилась в мечты, что не придала значения шагам за спиной. Как вдруг кто-то сзади схватил ее за горло и приподнял над землей. От неожиданностей и страха Ольга даже не попыталась оказать сопротивление. Следующим утром в лесополосе случайный прохожий обнаружил труп. Выехав на место происшествия, собралась вся оперативно-следственная группа. Был обнаружен труп девушки с удавкой на шее. Труп был присыпан незначительно растительной травой и кустарником. Девушка была обнажена. Сразу стало ясно, перед смертью ее изнасиловали. Но изучая место происшествия, сыщики поняли. Недостает части из одежды потерпевшей. Нижнее белье и юбку нашли неподалеку. А вот блузки не было. После установления личности жертвы, оперативники опросили ее близких. Подробно расспросили ей о том, во что была одета Ольга, когда ушла из дома. Тут и выяснилось, пропавшая кофточка будет бесценной уликой, если ее удастся найти. В эти дни к ней прилетела из Вильнюса сестра. Ну, сами понимаете, тогда не очень было хорошо с модными вещами. И вот она ей дала кофточку, чтобы она сходила на это свидание, на дискотеку. В 70-х годах в СССР современная и красивая одежда была предметом невероятного дефицита. Вельветовые пиджаки, расклешенные брюки и рубашки жабо в Советском Союзе такой роскоши не шили. Самые стильные вещи везли из других стран или из Прибалтийских республик. Что если преступник позарился на фирменную кофту? Вещь модная, а главное дефицитная. Значит, продать ее можно легко и с выгодой. Одной из версий убийства Орловой стало ограбление. По личному опыту сотрудники милиции знали, иногда поводом для совершения тяжких преступлений становятся и менее ценные трофеи. Началась отработка ранее судимых за изнасилование и грабежи. Но не успело следствие продвинуться в расследовании этого дела, как в микрорайоне КШТ произошло еще одно ЧП. В лесополосе неподалеку от комбината шелковых тканей вновь нашли тело изнасилованной и убитой работницы фабрики. Людмила Зиновьева возвращалась с ночной смены, но так и не дошла до дома. Мы возбудили уколовное дело. Помимо того, что по городу Усть-Каменогорску мы прочесывали, по сути дела, не только район совершения преступлений, отрабатывая жилые массивы, были подняты списки всех лиц судимых, освободившихся из мест лишения свободы. В бытность с молодым журналистом я не раз ездил в Казахстан и не понаслышке знал, край это особо. Как ни крути, а земля ссыльных переселенцев и тюрьм. Перед сыщиками Усть-Каменогорска стояла непростая задача. На проверку всех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство и изнасилование, требовались не дни, не дель. Но в конце концов у следствия появилась надежда. От негласного аппарата поступило сообщение. В одной из колоний-поселений, расположенных неподалеку от Усть-Каменогорска, отбывает наказание за попытку изнасилования некий Юрий Иванов. Он работает водителем, регулярно выезжает за пределы поселения, а когда возвращается, обязательно привозит с собой что-то из женских вещей. В поселение тут же отправили оперативника, но подозрения и не нашли подтверждения. Иванов без тени смущения предъявил сотруднику милиции все женские вещи, с которыми вернулся из города. Часики, цепочка, сумочка. Ничего подозрительного. В материалах уголовных дел эти вещи не фигурировали, а осужденный объяснил. На воле у него жена. Скоро свидание. Он к нему готовится. Все вещи приобрел на кровно заработанной. Следствию никак не удалось продвинуться вперед. Сотрудники правоохранительных органов работали, не щадя себя. Но ни выйти на след преступника, ни предотвратить новые нападения им не удавалось. Тоня Солонец была одной из тех немногих, кто не придавал значения страшилкам о неуловимом кашетинском убийце. Она верила, беда приходит только за теми, кто ее ждет. Тоня не ждала. Она не сомневалась, что будет жить долго и счастливо. В тот день Тоня Солонец вместе с подругой возвращалась к себе в общежитие. Девушки ехали в автобусе. Когда за окном показалась лесополоса, подруга вдруг завела разговор об убийствах. Тоня отмахнулась. Ерунда. У страха глаза велики. Подруга настаивала. Люди врать не станут. Она и сама теперь боится ходить одна по вечерам. Чтобы переубедить ее, Солонец решила на собственном примере доказать. Бояться нечего. У меня все равно, у меня брат милиции работает. Я могу здесь выйти на остановке на другой, дойти пешком. И выходит. Оставшись в одиночестве, ее подруга настороженно огляделась по сторонам. В салоне не осталось никого, кроме нее и интеллигентного вида мужчины средних лет. Девушке стало не по себе. На следующей остановке она пошла к выходу. Мужчина тоже. Оказавшись на улице, она бросилась бежать, но, оглянувшись, поняла, незнакомец уходит в противоположную сторону. На следующий день в той самой лесополосе, мимо которой проезжали подруги, нашли Тоню Солонец. Труп от Солонец был обнаружен вот здесь. Когда здесь была остановка по трибуню. Девушка, как и другие жертвы неизвестного преступника, была изнасилована и задушена колготками. Рядом валялась сумочка. На замке был обнаружен след отпечатка пальца. Не полностью отпечаток, а фрагмент. Подруга Тони стала одной из первых, кого опросили сыщики. Узнав о содержании разговора девушек, оперативники предположили, а что если преступник ехал в том же автобусе и стал очевидцем этого спора? При этих обстоятельствах картина преступления вырисовывалась очень четко. На следующей остановке выходит и идет ей навстречу. Ловит ее, насилует, убивает. Со слов девушки составили фоторобот мужчины-попутчика. Его разослали по всем отделениям милиции Усть-Каменогорска и близ лежащих населенных пунктов. Но, увы. В течение месяца после убийства Тони Солонец были найдены еще два трупа. Все в одном и том же районе. Здесь была еще гравийка в то время. То есть такого асфальта не было. Шленик попало все. Каждый казался, что с ним ничего не случилось. О поиске серийного убийцы были брошены все силы милиции города и области. Его поимка стала делом всесоюзного значения. Ситуация была взята под контроль Министерством внутренних дел СССР, Министерством внутренних дел Казахстана. Министр внутренних дел Паттаев объявил даже награду за того, кто поймает убийцу, насильника, орден Красной Звезды. На причастность к преступлениям было проверено более полутора тысяч человек. Но преступник, словно человек-невидимка, оставался недосягаемым для сотрудников правоохранительных органов. На протяжении полутора лет 11 трупов, довольно так сказать, определенной точки. И человека нет, преступника нет. А потом случилось то, чего сыщики никак не ожидали. Преступления прекратились. Так же неожиданно, как начались. В Усть-Каменогорске воцарился покой. На целых 10 лет. Кошмар из прошлого. Неужели он снова появился? Почерк маньяка. Отработанный захват был такой. Шел нога в ногу с жертвой. И потом сзади захватывал за горло. И мелочь, сдавшая убийцу. В итоге идет человек, фонариком осветили его. У него на куртке нету пуговицу. Кошетинский убийца. 87-й год. Восточно-Казахстанская область. Город Усть-Каменогорск. Утром в отделение милиции Усть-Каменогорска пришла взволнованная женщина. Она плакала. И едва не упала в обморок. Рассказывая, что вчера вечером не вернулась домой ее 16-летняя дочь Настя. Но буквально через час в УВД раздался звонок. Позвонил дежурный. Сообщил о том, что обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Это была 16-летняя Настя Косихина. Было видно, что она изнасилована и убита. Путем утушения на шее у нее были завязаны ее же колготки. На месте преступления милиция обнаружила немало улик. Пуговицу от мужской куртки, обрывок от автомобильного чехла и несколько волос на руке девушки. Но было в этом происшествии нечто особенное. И бывалые сыщики сразу отметили эту странность. Способ убийства. Тогда начальник уголовно-розовской области, подполковник Мартынов Александр Михайлович, он произнес эту фразу. Неужели он снова появился? Опытные сотрудники отлично помнили почерк убийцы, нелегкая охота за которым так и не принесла результата. Отработанный захват был такой. Он шел нога в ногу с жертвой. И потом сзади захватывал за горло, приподнимал ее, придавливал, как придушивал. Сомнений почти не осталось. Настя Косихина стала очередной жертвой неуловимого кашетинского убийцы, державшего в страхе Усть-Каменогорск в 70-х. В УВД области в течение часа собрались на экстренное совещание около ста работников уголовного розыска. Исходя из, будем говорить, существующего постулата, что преступник возвращается на место совершения преступления, он принял решение о том, чтобы ночь на этом пустыре, где обнаружили труп Косихиной, выставить засаду. Андрей Устинцев стал одним из тех, кто ждал преступника в засаде. Сидеть пришлось недолго. В два часа ночи со стороны лесополосы появился мужчина. За все время дежурства он оказался единственным прохожим в этой местности. Разумеется, сотрудники милиции захотели пообщаться с незнакомцем. Но как только подошли, поняли – он. Когда инструктаж был у Котова, обнаружили, когда труп девочки в руке, у ней была зажата пуговица. В итоге идет человек, фонариком осветили его, у него на куртке нет пуговицы. Незнакомец назвал свое имя – Юрий Иванов. На вопросы сотрудников милиции он отвечал спокойно, даже дерзко. Возмущался тем, что его пытаются задержать. Объяснил, что идет к комбинату встречать с ночной сменой свою знакомую. Когда спросили про пуговицу, не моргнув глазом, ответил – разве это преступление с оторванной пуговицей ходить? Тем не менее, оперативники доставили Иванова в отделение. 87-й год. Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск. В допросе Иванов вел себя спокойно и уверенно. Смотрел следователю в глаза, отвечал на вопрос. Стоял на своем, шел к пустырю встречать знакомую, и его задержали ни за что. Но как только следователь начал подробно расспрашивать его о знакомой, Иванов растерялся и стал путаться в ответах. Не смог назвать даже фамилию женщины, которой шел. Возможно, просто это выдумал. Хотя он называл ее имя, фамилию, что-то он сам Иванов, а она типа или Сидорова, или Петрова. Мы пытались проверить по УМЗ. Ну, завод – это большое предприятие в отношении того, чтобы установить, есть ли такая, нет ли такой. Тем временем в доме подозреваемого Юрия Иванова провели обыск. И его результаты оказались весьма плодотворными. На месте преступления, кстати, и помимо этого всего, был обнаружен кусок ткани из чехла автомобиля. Видать, пользовался как носовым платком. А у него во дворе, среди прочего, висело на веревке именно такой чехол с именно вырезанным куском. Это была явная удача. Предстояло лишь провести экспертизу и доказать принадлежность вырезанного куска к автомобильному чехлу. Но для того, чтобы Иванов заговорил, этой находки было мало. И тут на помощь снова пришли эксперты-криминалисты. Иванов явно испугался, но признаваться не торопился. Виктор Котов вызывал задержанного на допросы снова и снова. Беседовали обо всем. Следователь старался разговорить подозреваемого. Расспрашивал о детстве и личной жизни. Так в деле и появился мотив. План Котова состоял в том, чтобы заставить Иванова заговорить о том, что его волнует. Сыщик осторожно подвел собеседника к больной теме. Для начала рассказал задержанному. Найти женщину, которую тот шел встречать, не удалось. Я говорю, значит, она, наверное, опять тебя обманула, как всегда. После этого он взорвался и резко сразу изменился. И начал рассказывать о том, что произошло. Иванов признался в убийстве Насти Косихиной. Оказалось, девочка попалась ему, что называется, под горячую руку. Он был страшно зол. Знакомая не пришла на свидание. Увидел девчонку и не смог удержаться. Решил отомстить за обиду. Обхватил ее сзади за шею, стащил с дороги. После этого изнасиловал. Она пришла в себя, стала кричать. Потом я ее задушил. Рассказывал, как будто это так просто. И никакой тени смущения в его глазах не было. Признание в убийстве было получено. Но оставалась нерешенной вторая, еще более сложная задача. Предстояло выяснить, причастен ли Юрий Иванов к убийствам в КШТ в 70-х. Сыщики навели справки о прошлом Иванова и скоро нашли ценного свидетеля. Нашли человека, с которым он сидел в этой спецкомендатуре. Вот этот человек сообщил, что видел у него женский шар, что видел у него женские украшения, что он часто вечером уходил с ножом. Это были хоть и косвенные, но все же улики. Сотрудники милиции продолжали кропотливо изучать окружение Иванова и вскоре вышли на одну из его бывших сожительниц. Ничего плохого о бывшем ухажере женщина сказать не могла. Даже наоборот, с теплотой вспоминала о том, каким он был заботливым и щедрым. В подтверждении даже показала пару его подарков. У одной из сожительниц мы изъяли тогда кофту, которую он подарил в те годы ей. Второй такой газовый платок тогда-то. Эти подарки полностью совпадали с описанием вещей, снятых с жертв Кошетинского убийцы. Улик против Иванова становилось все больше. Следующим доказательством его вины стал отпечаток пальца. Тот самый, который обнаружили на замке сумочки Тони Солонец. И тогда Рашид Жакупов решил. Пора переходить в наступление. На очередном допросе он намекнул Иванову. Нашлись свидетельства его причастности к убийствам в 70-х. Иванов напрягся и объявил. Хочу сам все рассказать. Он у меня спросил, скольки вы подозреваете? Я говорю, ну, у нас есть основания подозревать, что у вас их не одно. И он тогда мне сказал, я могу сказать, что их у меня 16. Пустившись в откровение, Иванов признался, не всех своих жертв он убивал. 14 только изнасиловал, но оставил в живых. Вспомнить всех. Поднимаем там, труп действительно. Чистосердечное признание. Говорит, вот после этого я женщину стал ненавидеть. И заслуженное наказание для убийцы. Кошетинский убийца. Иванов сам рассказывал и показывал места, где нападал на жертву. У него была феноменальная память. Он помнил малейшие детали преступления десятилетней давности. На допросах преступник просил лист бумаги и по памяти рисовал. Вот здесь была дорога, вот здесь стоял дом, вот здесь овраг. Выезжали на место, без него, естественно. Закапывали эту капсулу. И он доходил до того, что он место показывал буквально там в трех-четырех метрах. Чтобы доказать причастность Иванова к 14 изнасилованием, следователи искали потерпевших, оставшихся в живых. Поднимали архивы. Но это было очень сложно. Ведь с тех пор прошло немало времени. Находили экспертизу. Женщина прошла судебно-медицинскую экспертизу в свое время. И мы в архиве судебно-медицинского бюро нашли это. Потом вышли на нее. Наверное, где-то недели две я его уговаривал, чтобы она дала показать. Потому что она говорила, что мне это уже не надо. Но тут на помощь следствию нежданно-негаданно пришел сам убийца. На одном из допросов Иванов похвастался. Он отлично помнит лица всех своих жертв. И тогда у сыщиков родилась идея. Никогда, ни до, ни после этого случая сотрудникам милиции Усть-Каменогорска не приходилось проводить настолько необычные следственные процедуры, как опознание наоборот. Поскольку жертвы отказались опознавать убийцу, Иванову предложили опознать жертву. Ему представили около сотни женских фотографий. Среди них были как случайные люди, так и те, кто когда-то пострадал от его действий. Удивлению оперативников не было предела. Когда они убедились, маньяк действительно безошибочно указал лишь на тех женщин, которые числились пропавшими без вести или были убиты. Ни разу я такого не встречал, чтобы опознавал именно преступник, а не преступника опознавали. Всегда доказательная же база строится на том, чтобы изобличить преступника. А здесь, конечно, присутствует момент, что он шел на встречу следствия. Но сотрудников милиции ждал еще один сюрприз. В числе других своих жертв Иванов опознал и Марину Пименову, за убийство которой 10 лет назад был осужден ее муж. Юрий Иванов до мельчайших деталей помнил тот вечер. Рассказал следователю о посуде, которую несла женщина, и о том, какой платок снял с ее шеи. У нее он снял газовый платок, потом подарил своей сожительнице. Приговоры в отношении Пименного отменили, и это убийство было вменено Иванову. Расследование по делу Юрия Иванова длилось более 90 дней. Следователям удалось доказать большинство эпизодов из целой серии громких убийств. Допрашивая его, сыщики снова и снова задавались вопросом, за что и почему он убивал. И в конце концов серийный убийца признался. Он мстил за предательство жены. Юрий Иванов был счастлив в браке до тех пор, пока однажды не вернулся из рейса на день раньше и не застал у себя дома жену с любовником. Он говорит, вот после этого я женщину стал ненавидеть. Он придумал себе оправдание. Те, кто изменяет мужьям, не должны жить. Поэтому с каждой из своих жертв перед тем, как убить, он вел задушевную беседу, пытаясь выяснить, верна ли его жертва своему мужу. Тех, кто плохо отзывался о мужьях или о мужчинах в целом, он убивал. То есть, вот, видимо, какая-то у него глубокая обида была, вот, именно на женский полк. Была в этой истории странная деталь. Почему матерый убийца после 16 преступлений вдруг прекратил убивать? Из 1978 по 1987 год проверяли Иванова на причастность ко всем нераскрытым убийствам женщин, полагая, что, может быть, был изменен способ совершения преступления. Как оказалось, в эти годы у Иванова была вполне налаженная личная жизнь. В 1986 году, когда он расстался с последней своей сожительницей и жил один, он снова пошел на совершение преступления. Вина Иванова была полностью доказана. Но из-за тяжести совершенных им злодеяний, ему предстояло еще пройти психолого-психиатрическую экспертизу в Институте Сербского. Медикам необходимо было выяснить, способен ли нормальный человек на подобную жестокость. В институте Иванов отказывался от еды и говорил, что не хочет жить. Он очень изворотливый и хитрый человек был. Когда он потом в дальнейшем признался, когда его возили в Институт Сербского, он хотел бежать. Сбежать у Иванова не получилось. Даже в туалет он ходил под конвоем. Все уловки и жалобы Иванова не возымели действия. Его тщательнейшим образом обследовали. И после проведения психолого-психиатрической экспертизы, он был признан вменяемым. В деле серийного убийцы Иванова была поставлена точка. Жестокий преступник, 13 лет державший в страхе всю восточно-казахстанскую область, предстал перед судом. В 14 изнасиловании он 16 фактов умышленного убийства, ему было вменено вину. На суде преступник подтвердил все показания и полностью признал свою вину. Просил приговорить его к высшей мере наказания. И говорил, что раскаивается. У него было лишь единственное желание. Когда мы нашли его жену, бывшую и дочь, в смысле родных, его первую жену, у него одна была просьба, чтобы к нему пришла дочь. И категорически отказалась дочери. Иванова Юрия Ануфриевича, 1956 года рождения, суд приговорил к высшей мере наказания. Расстрел. Так закончилась эта криминальная расследователь. Дальше моих героев-следователей ждали новые дела. Еще более запутанные и сложные. И я непременно расскажу вам об этом в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова